Свободный, чтобы я вам мог показывать, все рассказывать, я взял гарнитурку, благо у нас форум диджеев, есть такая техническая возможность. Чтобы у нас происходило более конструктивное общение, я предлагаю вам даже не сидеть на месте, вы можете подойти ближе, кому интересно потрогать, пощупать, я буду... Сначала будет вводное слово, да, потом буду показывать непосредственно на примерах, что, куда, зачем и почему. Значит... Хорошо, договорились. А для чего, собственно, происходит доработка техники, да, и как я к этому пришел? Ну, начнем с того, что есть звук, да, как бы есть колонки и есть примерно три сферы звуковой аппаратуры. Это профессиональная музыкальная техника, домашняя музыкальная техника и автозвук. Казалось бы, законы физики одни и те же, да, динамики одни и те же, но количество знаний, которые есть, они разделены как-то по группам и не все между собой перемешано. После переезда с города Норильска в город Таганрог, тут Таганрог где-то был, че Таганрога привет, я как бы немножко подзавязал с профессиональной деятельностью и ушел торговать домашней техникой. И там начал изучать этот вопрос немножко с другой стороны. Съездил на обучение в Москву, посмотрел какие-то технологии, пообщался с ребятами по автозвуку, съездил в мастерские, посмотрел, что делают они. Вот, и начал пробовать эти моменты, потому что руки шаловливые, нужно как бы применять свои знания, свои навыки на практике. С чего, что я делал. Собственно, вообще для чего переделывать, да, нету здесь Андрея Быстренина, конечно, но, к сожалению, ребят, все, что мы называем топовым аппаратом, да, это не топовый аппарат, давайте называть вещи своими именами. В Европе и в Америке это бюджетка, это самый начальный уровень, это самая дешевая техника. Да, если в России эта колонка стоит в активе, сколько, 55 тысяч, в Германии 32, то в пассиве она же стоит 17. Не сложно посчитать, минус доставка, минус налоги, минус сборка, минус то-се, комплектуха там не больше, чем на 5 тысяч рублей. Сделать колонку на 5 тысяч рублей, которая бы звучала классно, ну, достаточно проблематично. Где-то я читал в группе, да, что ионки в Китае выходят, каждая ионка со скоростью 45 секунд штуков на конвейере в Китае. Понятное дело, производитель будет делать что? Что, ну, как бы, на что вы обращаете внимание, когда покупаете колонку? Вес, цена, мощность, да, как бы, три параметра, которые мы пытаемся как-то сбалансировать. Соответственно, вес для заказчика, для производителя очень важный параметр, потому что мы таскаем две колонки, они возят их контейнерами. И то, что я делал, да, как бы, увеличивает вес колонки на 2 килограмма. Ну, мне, как бы, несложно лишних пару килограммов донести там 2 раза, 3 раза в неделю. Ходите в спортзал, пацаны, ходите в спортзал. Вот, но для производителя это выливается в огромные бабки. И поэтому есть необходимость дорабатывать все то, что они делают. Вот, дорабатывать. На самом деле, это ионка, ей не страшно, она может падать. На самом деле, доработки, они не столь существенны, не столь затратны. Вот, скажем так, что я делал? Ну, что делают ребята в автозвуке? Берется лист СТПшки, всем известная, да? Ну, в данном случае это аэропласт, потому что он достаточно тонкий, легкий. Вот, цена вопроса в Краснодаре 260 рублей лист. На одну колонку уходит ровно один лист. Что делать? В первую очередь нужно найти в колонке проблемные места. Ну, я предлагал подойти на самом деле. У колонки есть проблемные места. Вот, это места, где присоединяются ручки, особенно если это колонка в дереве. Здесь проблематично было снять высокочастотный динамик, но здесь стоят металлические ручки. Это сразу источник резонансов. Их проклеиваются в первую очередь. Задняя стенка, когда динамик гоняет воздух, соответственно, он гоняет его в заднюю стенку, и задняя стенка начинает подыгрывать. Не факт, что она будет подыгрывать то, что вам нужно. Соответственно, тоже проклеиваем. Здесь в активе получается блок с усилением отделен деревянной площадкой, ну, деревянной крышкой. Соответственно, тоже проклеиваем, чтобы меньше вибрации на усилитель. Здесь металл, он охлаждается, поэтому ни в коем случае. Колонки. У JBL они, конечно, делают красавцы, даже бюджетная серия. Она идет летая корзина, поэтому мы ее не трогаем. Но у электровойса ELX, достаточно популярная модель, у нее колонкой идет штамповка. Штамповка тоже вносит свои резонансы. Соответственно, тоже проклеивается листами аэропласта. Ну, и что я делаю? Я меняю проводку, если есть вот такая возможность. Здесь неодимовый магнит, тяжело подлезть паяльником. Я не трогал ее. Но здесь все достаточно просто. Выпаиваю старые провода, выбрасываю, покупаю более-менее приличные. Ну, в данном случае это Клотс, немецкие провода. И пропаиваю. Почему это не делает производитель? Сами понимаете, да, что разница в проводе, тот, который они ставят, этот провод, который купил я, она огромная. Ну, в 10 раз, например, разница в цене. Соответственно, для них, когда они производят это конвейерами, это выливается в очень большие деньги. Ну, и пропайка, да. Пропайка. Если вы работаете в прокате, и у вас много колонок, то вы, конечно, ни в коем случае это делать не должны, потому что для вас важна скорость сервиса. Приехали, отстегнули динамик, выкинули, поставили другой, пристегнули и так далее. Но если вы делаете для себя, то это улучшает контакт. Все эти нюансы, мелочи, они сказываются на звуке, на качестве звука. Ну, и для примера, я думаю, что стоит включить, продемонстрировать. Сейчас я посмотрю, чтобы они были одинаково настроенные колонки. Нет, у нас тут немножко по-другому звук подключен. Так, так. Я не буду говорить, какая колонка переделана, какая колонка идет в базовой комплектации, но я думаю, это будет слышно. Обе работают. Почему одна? Почему одна? А, обе работают. Не слышу на самом деле, но как бы есть разница? Есть. Она очевидно, ну, как бы ощутима? Правая мягчь. Правая мягчь. Правая мягчь. Здесь ни черта этого нет, здесь провал, ребят. Подойди вот сюда, пожалуйста, Юр, подойди здесь. Вот две включите. Надо. Стандартная проблема заводского электровойства, завышенная верхняя середина, которая при кратковременном прослушивании дает ощущение более прозрачного звука. Но если вы будете слушать ее долго и, не дай бог, попадете в зал, где будет достаточно высокая реверберация, это будет жесть, вы не сможете ею управлять. После того, как мы переделали, вот это переделанная колонка, думаю, все уже поняли, что получается? Вот эта противная верхняя середина пропадает и кажется сначала, что та играет чище. Но когда начинаешь слушать, середина более собранная получается здесь. Вопрос в том, что есть звук более правильный, есть звук приукрашенный. Кто-то эквалайзером там что-то вытягивает, чтобы... Помните вот эти времена, когда были эквалайзеры в настройке, такие венампа, там вы задранные, высокие, проваленные середины, высои и бас? Есть, конечно, розовый шум есть. Есть, шумы есть. Основные проблемные места, это всегда примыкание инородных материалов к корпусу. То есть, если это колонка в дереве, деревянные ручки, стаканы. Вот, здесь стояла заглушка родная от электрооса, мы ее с Алексеем не трогали. Ну, стоял, материал здесь стоял такой, типа минваты, не знаю, что, типа ваты, такой какой-то минеральный специальный наполнитель, мы его не трогали. Вот. Ты их никак не шуришь, они просто. Провода нет, а зачем? Не знаю, например, в автозвуке постоянно все провода шут. В автозвуке они, наверное, просто большие. А просто тоненькие. Тут нужно отделять... Ребята, у кого еще вопросы, у меня есть микрофон, могут дать, пожалуйста. Нужно отделять просто шаманство от физики. Вопрос по гарантийным колонкам. Стоит ли такой фигней заниматься гарантийными колонками? То есть колонки на гарантии, ты хочешь вроде доработать, но у тебя есть как бы сомнения. Ну смотри, если ты не трогаешь проводку, не трогаешь динамики, не трогаешь блок усилителя, дорабатываешь только корпус, это не должно влиять на саму колонку. То есть ты не вносишь конструктивные изменения в электромеханическую часть акустики. В сабы тоже ставят такую пленку? Сабы, да. Собственно, почему я начал... Я занимался доработкой давно, переделывал домашние бюджетные колонки в сфере хай-фай. Это работало. Но на банкетные я свои долго не трогал, на самом деле. Ну думаю, колонки там разрабатывали серьезные компании, не буду лезть. И меня начало раздражать то, что мой саб подхрюкивает. А как правило, ну я не знаю, я думаю, примерно одинаковая ситуация во всех городах, да? Достаточно комп... У меня саб GBL PRX 618. То есть по меркам быстрее, но это топовый аппарат. Вот. И он подхрюкивает, потому что достаточно компактно. Ты стоишь, он всегда рядышком, и ты слышишь вот эти резонансные призвуки. Понятно ли, гости там не слышат. Я слышу. Я слышу это по 6-8 часов каждую пятницу, субботу, и меня начало раздражать. Я его разобрал, посмотрел, ага, думаю. Сейчас я тебя быстренько переведу в порядок. Раз, собрал. Что произошло? Конечно, конечно. Надо понимать, какие моменты происходят и что вы хотите от акустики. Когда акустику покупаешь коммерческую, да? Вот вчера была возможность послушать акустику там Синзара, например, да? Вот Димы Тумасова и колонку Bose. Она бахает хорошо, но нет собранности баса. Вот, и получается такой какой-то объемный такой бух, классный, все. Коммерческий звук, согласен. Вот, но когда я проклеил колонку, возникло такое ощущение, опять же, нужно понимать, сколько надо клеить, да? То есть не больше 70%, ну, как говорят автозвукеры, ребята, которые занимаются автозвуком, не больше 70% корпуса надо проклеивать. Вот, и что получилось? Такое ощущение, как будто я на саб навешал компрессор. То есть собрался четкий, чуть-чуть поглубже где-то стал, но перестал это бухание делать. А мне, в принципе, это и надо было. То есть у меня даже в сложных залах бас не разбегается по всему помещению, он собранный, здесь толчок есть. 18-й саб достаточно глубоко гребет, мне вот этого все бухания не надо. Зато как от этого кайфуют музыканты? Когда приезжает к тебе какая-нибудь кавер-группа или какие-нибудь вокалисты, они слышат, как ты все это отстроил, они говорят, блин, реально, чувак, крутой звук. Ну, там и бочка будет крутая. Там бочка будет крутая, конечно. Тоже нравится в басе тучность, не знаю. Так, ребят, еще у кого-то был вопрос по поводу ящиков. Купил Денис их в Кастораме. У кого здесь в Кастораме, да. Еще кто-то спрашивал. Здесь, давай. Только акустику дорабатываешь или из оборудования, там, пульты, контроллеры, нет? Есть какие-то доработки? Тут понимаешь, какая ситуация. Я стараюсь не лезть в электронику. То есть в колонках, на самом деле, да, там тоже есть, что переделать. Но я не лезу в электронику, потому что, а, это, да, гарантийный случай, и б, тебе это потом продавать. Продавать контроллер, в который ты залез. Не, ну контроллер, на самом деле, у пионера, кто работает на СБшке, есть одна болезнь. Вот, я хотел про него сказать, потому что я у себя ее устранил. Я думал, может, ты тоже, нет, не занимался этим. Ну, тогда две болезни. Первая болезнь, это шумит выход на микрофон, микрофонный вход с микрофоном-восилителем. Его можно там подрезать. Но я не стал, потому что я его планирую продать потом, и человеку, может быть, эта функция потребуется. Просто, ну, убираешь громкость и все. И второй момент, где разъемы тюльпаны присоединяются, со временем от использования, ну, тыканье тюльпанов, чуть-чуть разбалтывается, у меня появился треск. Я думаю, что происходит? Открыл контроллер, посмотрел, немножко расшаталась пайка. Паяльничек, колово, чуть-чуть побольше плашечки сделал, пропаял разъемы, все великолепно работает. Только такие. А колонки там не гарантийные, например, то есть не отдавал даже там профессионалу, например, на какую-то доработку не пробовал? Ну, это сложно, это уже получится, понимаешь, в заводской колонке они все-таки это все считают. Они все-таки это считают, и они, ну, на выходе коммерческого. Хочешь что-то дорабатывать? Не дорабатывай, продай. Пойди вот к ребятам, которые разрабатывают. Дима Тумаса, здесь есть компания, Сензар, купи, готовые, то, что ребята... Надо понимать, то, что делает конвейер, и то, что делают штучно. Ребята разрабатывают, занимаются. Хочешь лучший звук там, как бы... Я показываю, что если ты вкладываешь 500 рублей и получаешь разницу в звуке, вот это вот, вот это цена вопроса доработки, 700... сейчас скажу... 120 рублей метр провода вот ушел сюда, и 260 лист СТПшки. Даже пятихатки не получилось. Но вы слышите разницу, да? Тут более собранный звук, более четкий, и коммерческий, яркий, красивый звук. Кому-то нравится коммерция. Я люблю... я просто раньше работал много с рок-командами, я люблю более четкий, более собранный звук, потому что когда рок-команда стоит, у тебя там несколько гитар, клавиш и вокалисты, ты борешься за каждую чистоту, потому что, ну, здесь сложно потом это все будет вырулить, срулить, срезать. А когда колонка изначально звучит правильно, красиво сделать всегда можно. Из кривой колонки, ну, красивый звук, очень сложно потом эквалайзерами это все дело ровнять, подгонять, и не факт, что получится. И времени много уходит. А он сам достаточно хорошо клеится. Самоклейка, да, там? Он сам по себе хорошо. На битумной основе просто. Он на битумной основе, он хорошо приклеивается, вот колонка отработала... На жаре нет печь. Нет, нет, не будет печь. Вот эта колонка отработала лето, в пекло, на улице, вот видите, в каком состоянии оно все нормально. Можно вообще как бы бесплатно сделать, подскоблить битум на дороге, на асфальте, как у есть? На жаре, наоборот, еще лучше. На жаре, да, она будет расклеиться. Еще вопросы, ребят, уже пора, наверное, там заканчивать, да? Нет, еще есть. Нет, еще есть? Пять минут еще. Вопросы, предложения. Все, да? Да, Макс, вобегу, я тебя увидел. Долго думал? Нет, я в плане того, что вот у меня РЦФ 715-й, самая попсовая модель, наверное, да? МК-2. И есть ли смысл ее тоже проклеивать? Ну, в смысле, любую заводскую колонку имеет смысл клеить, да? Берешь колонку, вон стоят 715-й, берешь, подходишь. Где ведро, да? И ты как бы слушаешь, где что она начинает звучать, бубнеть. Вот, опять же, да, вот JBL-ка стоит. Вот там стоит JBL-ка, мне привезли просто, если я сейчас еще JBL-у буду подключать, я думаю, просто времени не хватит. Да, вот это, вот корпус, он не звучит, и можно попробовать тут тоже, Лех, принеси, пожалуйста. Да. А вот и вон как стоит. Нет, вот эти две мои переделаны, это я попросил ребят привезти в заводском исполнении, чтобы, опять же, тоже можно было попробовать сравнить. Вы так не клеите? Не, я не буду еще склеить, но просто... Справа, которая накрасила. Вот, опять же, да, как проклеивать? Все спрашивают, как проклеивать? Ты берешь, слушаешь, где она больше всего звенит, туда и клеишь, потому что там возникают резонансы. А если звенит хорошо, например, у меня трополосная старая, а то она накрена с карпетом, и там у нее фанера 12, и она резонирует, я не знаю, что она резонирует. И он мне ставит углы жесткости, и потом сшивает в нее. Вот, если в один слой не поможет, нужен клеить второй слой? Нет, второй слой не нужен, лучше поставь распор побольше, потому что 12-я фанера для 15-й динамика. 15-й динамика. Это мало, это прям вообще мало. Еще, кстати, не мешает, есть такой момент, когда деревянные колонки открываешь, смотришь швы, берешь сразу же пистолет, монтажный клей какой-нибудь там 50-й или 75-й, и просто сразу все швы проходишь, промазался, проклеил, ну на всякий случай. Но распорки всегда помогают. Кстати, в РЦФке 715-й, что мне понравилось, в ней стоит деревянная распорка, что это говорит о том, что производитель все-таки подумал. То есть от одного края в другой поставим трубки деревянные, сшиваем их саморезами? Да, но я думаю, что можно обратиться как раз к производителям, они более подробно расскажут, как правильнее поставить распорки и где. Можно, почему нет? Конечно. Особенно, если это будет дерево, оно будет резонировать в другой частоте, чем фанера, потому что фанера это все-таки композитный материал, да, это дерево-клей, дерево-клей, причем в разном расположении волокон, это получается уже композит. Оно более инертное, чем просто сама деревяха. Колонки из самой деревяхи делают несколько производителей, их по пальцам пересчитать, и они вытачивают каждую деревяшечку, слушают их специальных камер, подбирают их по резонансам, собирают колонки, ну компания Sonos Faber, например, итальянская, там колонки стоят просто космос, нереально. Из натурального массива дерево? Блин, цена вопроса, она должна стоить, как Bugatti Vero, он тогда с ателью. Так, а у нас еще девчонки присутствуют, вы будете проклеивать свою кустику? Не услышал, но, наверное, что-то классное. А, все, хорошо. Все? По доработке, ребят, нужно, кстати, кто... С лишним лесом чего, колонки или диджея? Носи колонки, чтобы меньше весил. Вес, кстати, увеличивается. Да, немножко назад. Она реально становится тяжелее. Да, конечно. Ну, немножко тянет назад. Ну, эта XT-шка, она потяжелее изначально. Поэтому вот я свои стойки использую, они до 50 килограмм, хоть сап вешай. Классно. Ну, где-то килограмм на 1,5-2. Ну, 2,5 килограмма она получается. Лист весит 2,5 килограмма. Давай попробуем. Вот. Еще моменты. Здесь, например, колонка конструктивно как разбирается? Здесь снимается полностью лицевая панель. Соответственно, мы не можем проклеить стыки. Если у колонки снимается просто динамик, есть доступ к стыкам, стыки однозначно проклеивать. Проклеивать, просиликонивать. Ну, конечно. А ты СТП-шку по-другому и просто... Все углы, они же создают. Прям полностью, чтобы не резать туда. Она, естественно, будет... Нет, зачем? Нет, просто проклеиваешь и все. Она же потом у тебя греется сама потом внутри. И все, и... Ну, если в машине там немножко по-другому, там другие материалы используются. Можешь феном попробовать, почему нет? Но опять же, ты тут можно... Где-то я заводиться начал. Ты можешь... Ну, надо понимать. Нужно, чтобы руки были правильно под это заточены. Ты можешь перегреть материал, его кристаллизационная структура изменится, он не будет так работать, как он работал. Я просто немножко стройкой занимаюсь и закатывал битумными листами крышу. Мне как раз объясняли строители, если ты перегреешь, то он не будет у тебя работать. И кусок. Вообще, конечно, многие заводские вещи надо дорабатывать. Многие спрашивали про вот этот вот стол. Тут тоже мой стол, но немножко, опять же, в моем тюнинге. Ничего не имею против фасадов. Ну, мне не хочется его с собой таскать. Тоже замутил липучки, зашил ткани, сделал столешки. Как бы такая замечательная штука. И кто спрашивал, если где надо приобрести, я вел переговоры с Сергеем Чистовым, он такие столы возит. Сергей Чистов и Денис возят такие стойки. У него, к нему. Я же не занимаюсь продажами. Ну, возишь. Ты же просто возишь ее. Я для себя заказывал, поэтому... Все? Девчонки-фотографы нет? Пощупать, потрогать, подходите, спрашивайте. Приятная музыка. Калакции в занавес.